Такого пахаря в жизни, ну, я лично не видел. Своими глазами из всех пахарей видел только Шавката. Если честно, все, в принципе, знают то, что кто может спрыгнуть в любой момент. Блин, зачем это говорит? Самый близкий, наверное, из всех спортсменов для меня будет Даурей Нермеков. Я это никому не говорил, не хотел вообще на их именах хайповать. Контракт выслан, контракт есть, но что-то с их стороны обратной реакции нет. Помимо Гейджи, все они базовые борцы, все сейчас ударниками стали. И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Олимбет. Лучшие линии на UFC, Беллатр, Эйсей, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Олимбет. Для тех, кому всегда мало. Итак, Муратбек, ты стал героем моих видео. Не присутствуя в них, и Даурен Ермеков, и Шавкат Рахманов рассказали о том, как с тобой познакомились. Ты по грэпплингу смог их сабмитить. Причем делал это много раз. Давай теперь уже от тебя услышим, что было тогда. И почему, знаешь, тебя сейчас знают как какого-то жесткого рубаку, который до конца идет. Где вообще борьба, где грэпплинг, который в свое время тебе помогал побеждать. И Даурен Ермеков, и Шавкат Рахманов, парни, которые тебя намного больше весят. Ну, во-первых, я скажу то, что 2000... Вообще, изначально, да, я это никому не говорил. Не хотел вообще на их именах хайповать. Но Даурен Ермеков, чемпион Eagles FC. Шавкат Рахманов в топе. В топ уже 10 входит. Шестой номер, да, в UFC. Ну, реально, я прогнозировал уже на тот момент то, что он... Я еще тогда сказал, он будет самым первым, кто попадет в UFC. Вроде, если не ошибаюсь, он первый подписал, но подрался не первый, да. И я говорил, если кто-кто выиграет поезд, то это Шавкат. Потому что, честно сказать, я такого пахаря в жизни, ну, я лично не видел. Своими глазами из всех пахарей видел только Шавката. Что касается Даурена Ермекова, Даурен... Как сказать... Он, наверное, он для меня как старший брат. Вот я из всех спортсменов... Я все знаю то, что... Да и ты знаешь то, что я со всеми в хороших отношениях. Но Даурен, это для меня как мой брат. Самый близкий, наверное, из всех спортсменов для меня будет Даурен Ермеков. Он просто, наверное, таким образом хотел меня, наверное, возвысить. 2015 год, помню, да, были хорошие сборы. Со всеми... Ну, мы были знакомы, но как бы вместе не доводилось тренироваться. На сборах, получается, да, боролся. Что касается Шавката, все, наверное, думают, а там друг друга выигрывали. Нет, на самом деле это было не так, как всем это кажется. На тот момент, да, у меня был грэплинг. В Казахстане вообще, в общем, грэплинг не был так сильно развит. Уровень грэплинга был не на таком уровне, как сейчас. Сейчас, конечно, это уже все на другом уровне. У меня... Ну, мой туз в рукаве, это был и вот именно грэплинг. На тот момент я прямо в грэплинге себя чувствовал, как рыба в воде. Да и, в принципе, все знают, что я Азию я три раза по грэплингу взял, на мире вторым стал. Кстати, пятикратный чемпион мира, я в финале ему по баллам проиграл в 2016 году. А всех соперников сомитил до финала. Шавкат на тот момент, не обладая, как бы, так скажем, скиллами в грэплинге, нет, у него борьба была на высшем уровне, но именно он не сфокусировался на грэплинге, он не был грэплером. Он был, получается, чистым ММАшником, и у нас с ним схватки были, длились не так, как все представляют. У нас каждая схватка там по полчаса где-то длилась. Ну, плюс-минус, где-то, может, чуть меньше, где-то больше. Мы долго зарубались, и да, в последний раз он меня выиграл. Так и было, и, в принципе, было очень тяжело, он функционально прям очень сильный. Я с ним реально уставал, и вот так вот, как бы, было, были такие моменты, когда мы с ним боролись. А как получилось, что ты вот как-то растерял все-таки свои грэплингские, что ли, навыки? Потому что в последнее время ты реально зарубался, и ты себя в кулачки стал, как бы, мне кажется, довольно тебе комфортно было там драться. Почему все-таки ты как-то забыл о базе, да, своей? Ну, наверное, все из-за того, что я уже давно не практикую грэплинг, не отрабатываю, да. Я знаю свои ошибки, нужно всегда отрабатывать. Если нет отработок, все это забывается. Как бы, на данный момент даже, вот, я борюсь, я много чего вижу, как бы, мое сознание видит все, но тело не успевает за моими мыслями. Единственный момент, это проблема во мне, это моя ошибка, нужно исправлять. Просто даже по статистике все, вот даже в UFC, каждый борец, когда научится бить, он забывает про свою борьбу. Вообще, да, тот же Гейджи, да, допустим, он сейчас уже, вообще не видим у него борьбы. Ну, помимо Гейджи, все они базовые борцы, все сейчас ударниками стали. Ударка просто такой, ну, очень азартный, я сам по себе азартный, я это не раз говорил. А ударка, это такая вещь, именно где азарт сильно проявляется. Надо быстро мыслить, быстро делать какие-то выводы, что-то надо, короче, быстро ускоряться. И, наверное, из-за этого я, как бы, ну, не сказать, что я прям такой ударник хороший, да и вообще я никогда не считал себя ударником, я это всегда говорил. Ну, просто такой азарт появился в ударке драться. Вроде бороться еще умею, но не так, конечно, как было раньше. А вообще тебе было приятно, ну, услышать все эти истории, как-то вспомнить прошлое, когда и Даурен, и Шавкат про это заговорили? Честно сказать, про себя, я думаю, блин, зачем это говорит Даурен, блин. Я думаю, конечно, он меня возвышает, но я, как бы, никогда не хотел на их именах хайповать. Они, да, сейчас один чемпион хорошей лиги, топовой лиги в СНГ, Иглз, другой в лучшей лиге мира входит в топ, и я до сих пор верю, я знаю, я, я, в принципе, думаю, то, что Шавкат будет первым чемпионом UFC из Казахстана. Что по поводу тебя, ты недавно был, я видел на пресс-конференции «Нашего дела», где должен был состояться полуфинал, где участвовал, должен был участвовать Александр Грозин и Мухаммад Хайбати, но в итоге бой не состоялся, ну, собственно, для меня была ожидаема немножко история, но вот ты как? Ну, если честно, все, в принципе, знают то, что кто может спрыгнуть в любой момент, и, честно, я даже не знаю, в связи с чем я даже не читал нигде. Травма ноги, видимо, он постоянно был в таком корсете для ноги, что, как называется? Я, честно, не знаю, за ним не наблюдаю, неинтересно мне. Что теперь думаешь по главному бою? В итоге встретятся два представителя Дагестана, ну, сейчас Магомед Кабардеев, он выступает за Казахстан, но, в общем, у него там... А сейчас какую-то замену произвели? Да, честно, я просто слышал этот шум по поводу то, что и Грозин почему-то не бьется, но сразу получается у Маги в финал, вернее, у соперника просто спрошел в финал? Нет, там бразилец дрался с Бибулатом Магомедовым и вышел вот как раз в финал Бибулат Магомедов. Бибулат Магомедов, он не из ИСИ, случайно? Это Магомед Бибулатов, это два разных бойца, вот. Он дрался в СОФ и ПФЛ в свое время, потом куда-то пропал, и вот сейчас вернулся на наше дело и там... Блин, честно сказать, я его даже и не знаю, этого соперника. Может, на лицо знаю, надо будет посмотреть, но в любом случае мы болеем за своих, поддерживаем. Магомед тем более не просто представляет Казахстан, мы с Магомедом с одного зала друг другу помогаем. Ну, на данный момент я уже из-за травмы особо зал не посещаю, но в целом, да, были моменты, когда он мне помогал готовиться на бои, так же я где-то как-то помогал ему. А ты говоришь, что не посещаешь, но при этом ты до этого говорил, что какие-то сейчас будут прям новости о тебе? Контракт выслан, контракт есть, ну, что-то с их стороны обратной реакции нету. У меня сейчас контракт на руках, есть такое интересное предложение, но я сейчас краем уха услышал то, что вот что-то по сопернику, соперник слетает. А зал посещает, то ты планируешь, просто, ну, контракт это хорошо, но если ты не будешь тренироваться, то как-то драться собираешься? Ну, да, надо вернуться, я сейчас вообще в Алма-Ате, думаю, на этой неделе уже поеду домой, восстану, и надо начинать готовиться, в любом случае надо будет готовиться на бой. И, давай, напоследок, есть еще человек, которого ты тоже можешь сказать, привел в ММА, ну, стал таким проводником, это вот боец, кто сегодня будет драться галом, что ты тоже можешь сказать о нем, потому что, ну, яркие какие-то выходы, хотя, знаешь, боев не так много галом, ну, я вот вижу, как в Казахстане о нем говорят больше, чем о каких-то уже бойцах с большими рекордами. Ну, да, он сам по себе, вот, все замечают, что он очень харизматичный, и благодаря, наверное, своей харизме, и то, что он и вправду без комплексов, как бы, видят люди простоту, и к нему тянутся, народ тянется, и его бои, в принципе, все ожидают, потому что он реально не спортсмен, пришел, подрался, сейчас, конечно, начинает готовиться на каждый поединок, но, как бы, он показал всем то, что нету границ, нету рамок, и то, что можно просто прийти в спорт и, в принципе, конкурировать с профессионалами. Сейчас жду его поединок, буквально сейчас следующий бой, да, кажется, его бой, сейчас зайдем, посмотрим. Секундировать будешь, нет? Там секунданты и тренера, он тренируется сейчас, так же вот, пришел, подрался, первый раз особо не занимался, сейчас он тренируется вот в ТОБЕТ ТОПТИМ, тренера будут секундировать, ну, я по-любому, со стороны, мой голос, он по-любому услышит, я всегда, в принципе, ору, секундирую, кричу, ну, думаю, хоть как-то буду полезен. И давай финальное, то, что я тебя спрашиваю практически каждое интервью, с глазом сейчас, что, вот, можно ли сказать, что ты уже его залечил, потому что контракт, ты говоришь, на руках, или все-таки пока что так искать нельзя? Ну, я последний раз, когда проверялся, мне сказали, как бы, спортом можно заниматься, но нежелательно пропускать удары. В принципе, я перед каждым боем буду, и перед, и после буду проверяться. Пока, я думаю, я в любом случае хочу подраться. И, в принципе, если контракт есть, это уже значит, что я уже на старте. Все, ждем какую-то информацию о бою, и мы рад, что возвращаешься. Рахмет. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс.Зен. Мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!